Марина, ты выпишешь на площадку или как? Давай я поднимаю, что у меня. Вот какой у нас садик-то. Оказывается, замечательный перед домом. Целая оранжерея. Но и утро сегодня очень хорошее. А вот это мой дом. И вон там балкон на 11 этаже, с которого я обычно снимаю какие-нибудь дожди или ураганы, когда случаются. Вот такой цветник. Здорово, да? Очень хорошо. А вот и хозяйка цветника. Доброе утро. Доброе утро. Что это вы делаете? Да вот снимаю ваш цветник. Так он уже весь, можно сказать, паблик. Нет, ну все равно очень замечательный. Каких только тут цветов-то нет у вас. Да. Скажите, это сколько примерно? Год, два, три? Сколько вы уже этим занимаетесь? Ну, третий год. Третий год, да? По-моему, три. Ну, как, администрация как-то поддерживает дома это? Да вы что? Нет? Да вы что? Так как они ко мне так агрессивно относятся, невозможно. Я же добиваюсь у них, вот чтобы они мне оградку такую красивую сделали. В том году мы выиграли конкурс. Мой цветник занял второе место в Ярославском районе. А, вот так вот. Дали 10 тысяч премию. А премию не хотели. Я им просила, мне ничего от вас не нужно. Цветы я все сама куплю, мне никаких денег не жалко. Мне нужна ограда. Так, и что? Ну что, я уже по всем инстанциям начала жаловаться. Написала префекту письмо. Так, и что префект? А кто у нас префект? А префект у нас Виноградов. А фамилия? Виноградов. Да, имя, отчество. Имя, отчество, сейчас скажу, Юрий Валерьевич. Юрий Валерьевич. Ну что ж, дорогой Юрий Валерьевич, мы к вам от общественности обращаемся, чтобы вы все-таки обратили внимание на наш замечательный дом Попалихской. Дом 5, дробь 2. Вот этот замечательный дом, построенный еще, насколько я знаю, по социальному проекту. Оригинальный такой вот дом, хороший. И вот смотрите, какие у нас замечательные жильцы. Они сделали такой замечательный цветник. Вот им оградки не хватает. Вот правда, я смотрю, оградка-то достаточно замечательная. Ну-то они сделали 5 секций. А в остальное я уже записалась к префекту на прием. И пошла к ним в этот ГУИС. Показала им бумажку, на какое число я записана. Они, конечно, испугались. Так, хорошо. Ну, ради бога, не ходите, мы вам сделаем. Ну, устроить мы вас, вот из труб сделайте. Ну, делайте хоть деревянное, это у меня все сломанное. Ну, понятно. Так вот, они, понимаете, где-то вытащили вот эти старые трубы у домов, меняли. Так. Вот. И мне вот это вот поставили. И говорят, вас это устраивает. Ну, ладно. Собственно говоря, на безрыбье. Спасибо им, что они и это сделали. Вот там, я смотрю, у нас такая вот оградка деревянненькая. Это я вообще-то перенесла. Деревянненько. Там собаки же бегают. Ну, деревянненькая она же держаться не будет. Да она вся сломанная, она вся отбитая. Да, это понятно, что, конечно, в наших условиях, так сказать, все-таки, нужны вот такие фундаментальные оградки. Ну, кстати, оградка-то это ничего, так сказать, более-менее. А это вот я там смотрю, ваши соперницы, да? Это да. Так, это так. А они что-то замышляют. Я смотрю, там какие-то специально красивые цветы выставляют. Это я еще туда подойду и посмотрю. Вот. Но я думаю, что все-таки Ярославский район обратит внимание на наш дом замечательный. И что-то даже поможет улучшить. Хотя, смотрю... Хотя бы ограду все огородить, как вот это. Вот это красивое. Чтобы все огородили. Да, да. Я думаю, что мы их попросим. И они обязательно сделают. Ну, нельзя проходить мимо вот такой инициативы. Люди стараются, делают. Поэтому, так сказать, ну, просто нужно поддерживать всеми силами. Интересно, а кто первое место занял? Кто первое, не знаю. В газете было написано, что мы второе. А кто первое, я не знаю. Ладненько, представьтесь, пожалуйста. Иванова Нина Федоровна. О, фамилия-то такая редкая. Просто уникальная, можно сказать. Хорошо. Большое спасибо, Нина Федоровна, за ваши труды. Я все это помещу обязательно в интернете. Я подтверждаю. Вы одобряете. Я почтальон, я не налюбуюсь этим творогом. Да, действительно, вот такая по своей инициативе. Сами сделали, конечно, это все нужно поддерживать. Ладненько.